Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев, и сегодня я возьму интервью у Леонида Шульмана, президента Федерации борьбы Израиля. Федерация борьбы Израиля включает вольную греко-римскую и женскую борьбу. Я нахожусь в городе Бершеве, в Международном центре подготовки борцов в Израиле. И, конечно же, мы будем говорить о прошедшем чемпионате Европы, о вольной греко-римской борьбе и женской борьбе, как выступила команда Израиль. Мы поговорим о подготовке израильских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Конечно же, послушаем Леонида о том, как развивается борьба в Израиле. Какие есть, может быть, некоторые сложности, какие есть успехи. И я думаю, что это интервью вам понравится. И я надеюсь, вы будете более информированы о борьбе в Израиле. И будете продолжать смотреть видеоканал Планета Дзюдо. Так что смотрите интервью. Мы вольники И нет прекрасней спорта Так было, есть и будет так всегда Мы вольники Мы вольная когорта И светит нам ерыгина звезда Мы знаем злость, но мы не знаем злобы Мы на ковре враги, а за ковром друзья Да, мы бойцы, но мы не кастоломы Нас можно победить, но нас сломать нельзя Вольная борьба Вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба Вольная борьба Это не увлечение, это судьба В очередной раз в гостях у Леонида Шульмана Город Бершева, Израиль Президент Федерации вольной борьбы Израиля И мы говорим о... или продолжаем говорить О вольной борьбе в Израиле О греко-римской борьбе Вообще о борьбе в Израиле Тем более, что буквально недавно завершился чемпионат Европы По вольной греко-римской борьбе И уже идет активная погоня, так назовем, за олимпийскими лицензиями Поэтому, Леонид, ну, во-первых, начнем с того Как участие на чемпионате Европы Я хочу маленькое добавление У нас федерация одна вольная классическая женская борьба Пытаемся также развивать пляжную борьбу По мере возможностей Что касается результата В принципе, у нас в этом году Мы должны смотреть весь год Не только чемпионат Европы У нас по классической борьбе Две медали с чемпионата Европы до 23 лет Мальчик выходец из Эфиопии Мальчик выходец из России И завоевает бронзовую серебряную медаль Это мы говорим о 23-м годе? Это мы говорим про 23-й год Это месяц-полтора месяца назад На чемпионате Европы до 23 лет У нас такой отличный результат То есть, который дает мотивацию и для вольников И для классиков продолжать тренироваться И верить, что медаль – это вещь, которая возможно достичь Что касается вольной борьбы У нас получается такая команда Не то чтобы интернациональная Но часть участников сборной команды Это евреи, вооруженцы Америки Которые занимались боевым колледжем И решили попробовать себя вольной борьбе Имеющие право на репатриацию Это воеватели И вот это совместные тренировки и общение наших ребят Юра Калашникова, Дани Попов Дан Цесарский, ребята Это сборная взрослая с американскими ребятами Это семья Братья Фан Сильвер Четыре брата, все борцы И обещают бочек ребят В том плане, что американцы Известны во всем мире характером Борьбой до последней секунды Настроен только на победу Несмотря ни на какие титулы противника Это вот наше общение с ребятами Их высокая ментальность у американской Я считаю, что укрепляет наших ребят тоже ментально Что касается чемпионата Европы Было много равных схваток И которых наши ребята и выиграли, и проиграли Можно было, конечно, чуть лучше Но это был очень высокий уровень чемпионата Европы Все проверяли свои силы перед чемпионатом мира лицензионным Поэтому там каждая победа давалась Поражения тоже были Но в равной борьбе поражения Это тоже неплохой результат Это у нас получилось Два пятых места Девятые, восьмое, десятое место Ребята То есть с победами завоевали Израиль в восемь спортсменах представил По статистике Боролось пять вольников Девочка и два классика Классики — это вот эти ребята, которые стали начать Европу до 23 лет И пробовали себя впервые на взрослом чемпионате Европы Уже очень высокий уровень, проиграли, но приобрели опыт, необходимый для дальнейшей борьбы В взрослой борьбе Девочка — это наша четырехкратная призерка европейских чемпионатов Она после вторых родов решила попробовать себя еще раз и постараться отобраться на Олимпиаду Она была участницей Олимпиады в Бразилии Это кто? Илана Кратович Она завоевала пятое место Будем надеяться, что это будет для начала неплохой старт после возвращения, после родов Юрий Калашников показал неплохую борьбу В первой схватке выиграл призера неоднократного чемпионата мира осединского борца Прокладающего сборную команды Испании Потом в упорной борьбе проиграл призер Олимпиады И боролся еще о хорошей схватке с осединским борьбом составляющим ударом Чуть неудачно сложилась схватка, но в принципе достойной борьбе проиграл Это дает надежду, что при хорошей подготовке при отсутствии травм на чемпионате мира Они смогут предложить все, чтобы бороться за попадание в пятер Очень тяжелый критерий отбора на Олимпиаду Только 16 человек попадают в каждой рисовой категории Сейчас мы к этому вернемся, но хотел еще по чемпионату Европы Я посмотрел статистику и было 36 стран-участниц 463 спортсмена И вот самый большой состав представила азербайджанская команда Посмотрел по итоговому результату Лидирующей позиции занимает, конечно, это страны, входившие раньше в состав Советского Союза Как вообще у израильских спортсменов, у Федерации борьбы Израиля идет взаимодействие с теми республиками, которые сейчас страны уже, да, Азербайджан, Грузия, ну, где изначально всегда была очень развита борьба В 90-е годы приехали тренеры практически со всех республик И нам было поддерживать связи с Азербайджаном, и Украиной, и Россией, и Белоруссией Были тренеры, хорошие тренеры, которые приехали из этих стран Ребята выезжали на сборы на совместные тренировки, используя знакомства вот этих тренеров И, в принципе, мы сейчас тоже продолжаем сотрудничество Просто вот эта временная ситуация в мире, которая напряженная ситуация, конечно, немного ограничивает сотрудничество Вот, но мы попробовали в этом году, съездили в Грузию на сборы, в Азербайджане были на сборы Везде тепло принимали, то есть, в принципе, обстановка рабочая везде Никто не говорит о сложившейся ситуации То, что, да, усиливает конкуренцию, это многие спортивные борцы из России, Белоруссии Ищут себе места в странах, легионеры выезжают и борются за многие страны чемпионов Европы Это и Словакия, и Македония, и Албания, чемпион мира И из-за этого конкуренция увеличилась? Конкуренция очень увеличивается, конечно Потому что мы должны требования к себе предъявлять более успехи Стараться бороться они, несмотря на... Вот, там, мы можем 286 килограмм, что мы взяли в Слимсию, в Камера, в Согрецию, в Слимсию Нужно трудиться дальше, нужно работать и верить в себя Это вот общение с ребятами, только с вами с Америки, которые тоже воюют, несмотря на эти дух Помогает нашим ребятам тоже вентально быть посильнее Потому что и верить в себя Самое главное, верить в себя По этому уровню победы, это то, что есть в голове Умение терпеть, умение не жалеть себя В нужный момент По вашим прогнозам, вообще реально попадание на Олимпийские игры для израильских борцов? Мы верим в это, что без шансов и думаем только попадание Потому что это и требования нашего руководства, министерства спорта, Олимпийского комитета Они ждут участия в Олимпийских играх от нашего вида спорта На сегодняшний день исторически вы можете дать нам информацию, кто из израильских борцов вольного и греко-римского стиля поднимался на высокую ступень Олимпийского спорта? У нас, к сожалению, медалей пока на Олимпийских играх не было Но наш многолетний президент Федерации в прошлом и больше сейчас видел Участвовал в трех Олимпийских играх и был в шестерке, в четверке Очень близко к Олимпийской медали был Юрий Евсеевич, борец классического стиля Который в полуфинале проиграл американцам за травмы полученные в полуфинальной схватке Стал четвертым на Олимпиаде Участвовали бомбцы с 1992 года Максим Геллер, заграничный Николай, Белин, Михаил, Баранов Участвовали в Олимпийских играх, но, к сожалению, без медали Будем надеяться, что растет молодое поколение И верим в то, что и в нашем медицинском там завоюем Верим, потому что без веры тяжело работать на результате Мы с вами уже говорили в предыдущих интервью по развитию борьбы в Израиле Вы продолжаете развивать, сделали достаточно крупный международный центр в Бершеве Вы говорили, что к вам приезжают гости с разных стран Вы устраиваете тренировочные лагеря Помимо этого, еще вот такие центры борьбы в Израиле Где существуют, чтобы, ну, может быть, повторим, да Повторением мать учения для зрителей было понимание развития борьбы в Израиле Первая задача – это мотивировать тренеров в работу Мы проводим курсы тренеров А вот мотивация должна найти системы спорта в стране Система спорта в стране не меняется И поэтому молодых тренеров, которые хотят сегодня жить и кушать И ездить на машине и покупать Мотивировать очень тяжело Это самый главный вопрос Мотивация тренеров А затем мотивация спортсменов, которые вырастают в 13-14 лет Продолжать стремиться к чему-то Это проблема во всех видах спорта в нашей стране Потому что не существует статус тренера Человек, окончивший курсы трениров Он может подрабатывать к основной работе А подработка – это все-таки не основная работа Человек не может выкладываться в полную силу То, что произошло с нашим клубом – это, скорее всего, исключение из правил, чем правило И если бы вы не забывали свое время Тогда мне можно остановить, где-то я ехал Второе, с чем мне придется Я бы не проверил Такое невозможно Но, как говорят, то, что нас не убивает Все трудности не будут нас сильнее Такое выражение, что человек преуспевает Или когда у него есть хороший наставник высокого уровня Или когда он преодолевает очень большие трудности Тогда он может добиться каких-то результатов Я наставника не было Все время приходилось думать 24 часа в сутки Как правильно тренировочный процесс сформироваться Как улучшить базу Как нам понадобиться Какими странами для совместных тренировок И вот это вот 24 часа в сутки Ты думаешь, как выжить Как создать условия для спортсменов Как их мотивировать Я считаю, что Одна из таких Больших факторов мотивации Это то, что удалось добиться Этой бесплатной учебы в университете Для тех, кто пройдет этот путь От школьника До Как мы собираем ребят в одну школу Шесть лет тренироваться два раза в день Спорт рода отслужить И в это время Надо поступать в университете То есть Это то, что уже проверенный Который мотивирует спортсменов Совмещать учебу с тренировкой Потому что без учебы Спорт не прокормит человека И зафанатировать его Только тренироваться То ты потом будешь виноват Что если человек в жизни не преуспеет И не окажется востребованным Поэтому у нас Путь единственный верный Это совмещать учебу На высоком уровне Со спортом Кто не в состоянии Я говорю Идите, учитесь, ребята Иначе ваша жизнь будет Не успешна Несмотря на какие-то Определенные результаты спорта К сожалению Быстро забывают Чемпионов В нашей стране Очень быстро забывают Не знаю, как других Поэтому человек должен Наметь что-то Какую-то специальность И знание Кроме спорта Потому что Прокормиться один Леонид В заключение Хотелось бы Чтобы вы что-то Пожелали Израильским Борцам Так сказать В преддверии Ну уже Практически Год с небольшим Осталось до Олимпийских игр Ну и вообще Всем борцам Осталось до Олимпийских 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 Поколение Я надеюсь Будет успех А для Всего Мирового сообщества Борьбы Ну что я говорю Самое главное Чтобы был мир И все Продолжали Соревноваться На Борцам На Борцамских Коврах Леонид Спасибо Я надеюсь Что это конечно Произойдет И все Кто отборится На Для Попадания Чтобы Олимпийские Групы Продемонстрировать Мастерство И Лучший Встанет на Пьедестал Я тоже желаю Лучшим Победить И я верю Что У вас Всего доброго Всего доброго Добро пожаловать